Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В компании «АвтоСтронг-М» 200 тысяч очень качественных запчастей, которые мы бережно привезли из Европы для вас. Море навесного оборудования, двигатели, КПП, а также отличный сервис, быстрая доставка и сладкие цены. Ну а прямо сейчас мы продолжим нашу прекрасную рубрику, в которой мы рассказываем о группах запчастей. Итак, встречаем – лямбдазонды. Основная задача лямбдазонда состоит в том, чтобы информировать блок управления о том, насколько полно сгорает топливо-воздушная смесь. Лямбдазонда определяет количество кислорода в выхлопных газах. Именно на основе этих данных и определяется состав топливо-воздушной смеси. Теория гласит, что на 1 кг топлива нужно 14,7 кг воздуха. Именно при таких условиях топливо-воздушная смесь сгорает полностью без образования излишек вредных веществ. Топливо не вылетает в трубу. Стихиометрическая пропорция 14,7 к 1 называется фактором избыточного количества воздуха и обозначается греческой буквой лямбда. Если лямбда меньше единицы, значит смесь богатая, то есть количество топлива в ней больше. Если лямбда больше единицы, значит смесь бедная, то есть количество топлива в ней меньше. Под защитным металлическим колпачком лямбдазонда находится чувствительный элемент, который изготовлен из диоксида циркония. Данная керамика является электролитом, то есть пропускает электрический ток, но для газов она непроницаема. В данном чувствительном элементе снаружи и внутри есть газопроницаемое платиновое контактное покрытие, к которому подведены сигнальные провода. Рабочая температура лямбдазонда 350 градусов. Ранние версии лямбдазондов не были оснащены принудительным подогревом и подогревались от выхлопных газов. А вот поздние версии оснащены принудительным подогревом и на рабочую температуру выходят намного раньше. Итак, внутренняя часть керамики сообщается с воздухом, а ее внешняя поверхность с выхлопными газами. Разница в концентрации молекул кислорода в выхлопных газах и окружающем воздухе приводит к перемещению ионов кислорода из области с высоким содержанием кислорода в область с низким содержанием кислорода. Ионы перемещаются через керамический элемент, который является твердым электролитом, как мы уже говорили. Именно разница в количестве кислорода снаружи и внутри сенсора и формирует сигнальное напряжение. 0,45 вольт – это единица, то есть лямбда равна единице. Бедная топливо-воздушная смесь генерирует напряжение 0,1 вольт, богатая – 0,9 вольта. Вот именно так и работает узкополосный датчик. То есть он способен фиксировать в минимальном диапазоне, то есть от 14 до 15 к 1, отклонение лямбды. То есть фактическое отклонение лямбды в ту или иную сторону. К узкополосному датчику может быть подведено от 1 до 4 проводов. Два белых проводов идут на нагреватель, черный на сигнал КБУ, серый – это масса. Также может быть подведено три провода, то есть без массы. Датчик соединяется с массой корпуса. Для диагностики узкополосного датчика можно снять осциллограмму либо посмотреть на нее при помощи диагностического ПО. Сигнал должен меняться часто, не реже, чем один раз в секунду. Напряжение должно быть от 0,1 до 0,9 вольт. Если напряжение меньше и сигнал меняется не так часто, значит лямбда зонт неисправен. Также лямбда зонт должен активно реагировать на изменения состава топливо-воздушной смеси. Кстати, ее можно поменять извне. Для обогащения нужно пырснуть пропаном во впуск, и тогда сигнальное напряжение подскочит до 0,9. Либо же для объединения смеси сделать подсос воздуха, то есть снять одну из вакуумных трубок. Тогда сигнальное напряжение провалится до 0,1. Можно поступить проще – открыть и закрыть дроссельную заслонку, то есть нажать и отпустить педаль акселератора. Тогда показания лямбды должны быстро измениться от бедной до богатой топливо-воздушной смеси, а затем быстро стабилизироваться. Такой способ отлично подходит, когда в выпускной системе есть два катализатора и два верхних лямбда зонда. Обычно такая схема применяется на V-образных и 6-цилиндровых двигателях. Показания с двух лямбда зондов можно сравнить, и, как правило, неисправный будет отставать. Работоспособность нагревательного элемента проверяется просто. Для этого для начала надо убедиться в том, что с аккумулятора подается питание 9-12 вольт в зависимости от автомобиля. А затем измерить сопротивление нагревателя. У исправного оно должно быть от 2,3 Ом до 4,3 Ом. Если элемент снят, то его можно запитать от аккумулятора и подогреть. Через несколько минут подогреватель нагреется до 350 градусов. Некоторое время на автомобилях использовались датчики кислорода на основе оксида титана. Как правило, такой датчик в выпускной системе один, и к нему подходят три либо четыре провода. Он более точный, чем цирконевый, и дорогой. Он не сообщается с атмосферой, не генерирует напряжение и имеет увеличенный диапазон измерения. Он запитывается и работает практически как расходомер. То есть запитывается от ЭБУ и выдает сигнал в виде напряжения. Сигнал непрерывно изменяется примерно один раз в секунду от 0,4 до 4,5 вольт. Низкое напряжение указывает на богатую смесь и высокое на бедную. Итак, самое современное решение – это широкополосный лямбда-зонд, так называемый датчик воздух-топлива . В его косичке обычно 5-6 проводов. Этот датчик способен измерять состав топливо-воздушной смеси во всем диапазоне по величине и направлению тока в сложном чувствительном элементе. Такие датчики обычно используются на бензиновых двигателях, которые работают на бедной смеси и также на бензиновых двигателях с прямым впрыском, а также на дизельных двигателях, потому что они способны очень точно определить состав топлива-воздушной смеси. Рабочая температура этого датчика – 650 градусов. Получая данные от кислородных датчиков, ЭБУ постоянно регулирует подачу топлива на основе поступающего в цилиндры воздуха. Так как датчики кислорода находятся в выпускной системе на некотором расстоянии от камер сгорания, то лямбда-регулирование далеко от идеала. На практике состав топливо-воздушной смеси постоянно отличается от лямбды в ту или иную сторону, то есть от единицы, один-два раза в секунду. Интересная особенность широкополосного лямбда-зонда в том, что фиксируемое сигнальное напряжение им является выдуманным и существует только для наглядности. Увидеть его можно с помощью диагностического ПО, а затем его надо сравнить с эталонным значением, то есть данными того либо иного производителя. То есть напряжение 1,5 вольта и 3,3 вольта может быть рабочим. Все зависит от типа датчика и автомобиля. Сигнал должен быть постоянным и неизменяющимся. Сигнал должен изменяться при обогащении либо объединении топливо-воздушной смеси. Для этого, как мы уже говорили, можно «впырскнуть» во впускной коллектор «газпропан» для обогащения топливовоздушной смеси. Либо же снять вакуумную трубку со впускного коллектора для возникновения подсоса воздуха для объединения топлива воздушной смеси. При этом богатая топливо-воздушная смесь генерирует высокое напряжение, а бедная топлива-воздушная смесь генерирует низкосигнальное напряжение. meditation Показания смеси по показаниям широкополосного датчика изменяются зеркально с кратковременной топливной коррекцией. Вот, в принципе, и все. Надеемся, что вам понравилась наша рубрика. Обязательно напишите в комментариях, о чем бы вы хотели знать еще. Помните, что в «АвтоСтронг-М» есть весь спектр лямбда зонтов от автомобилей из 90-х до новейших машин. Если вы хотите знать о моторах, коробках и бухих запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».